Два с половиной месяца усиленных тренировок дают о себе знать, говорит капитан команды «Спартанцу» Сергей Николаев. Несмотря на то, что ребята – дилетанты в бойцовском деле, тренеры максимально подготовили участников к поединку. Ребята отчаянные, тренируются. Некоторые люди с Макиевки ездят. Они тратят два часа на дорогу и также два-три часа тренируются, пять часов в день у них идет подготовка. Они готовятся морально. Единственное, что не знают, кто будет противник, ну, примерно по весам. А так и готовятся. Не меньше «Спартанцев» уверен в победе своей команды капитан «Тигров» Евгений Бондаренко. Говорит, в полуфинале ребята показали, что их моральный дух очень сильный. На тренировках виделись постоянно раньше, ну, давно еще. Так что я команду противника предположительно знаю, как ребята дерутся. Ну, думаю, у нас есть все шансы выиграть. Отдельный рейтинговый поединок состоится между представительницами прекрасного пола. Команда Яны Гафуровой проиграла в полуфинале, но девушка одержала победу. Теперь у нее и есть шанс доказать, что она лучшая. Очень переживаю. Во-первых, такое, как бы, морально очень тяжело. Как бы, физически, она уже готовилась, подготовилась, а вот морально теперь собраться, это, как бы, самое сложное. И с девочкой, с которой мы будем, получается, друг против друга, мы с ней очень хорошо сдружились. Вот. И вот это преодолеть, как бы, дружбу, пока я даже себе не представляю, как это будет. Продюсер проекта и тренер Богдан Хмельницкий говорит, за это время ребята хорошо подготовились. Но главное, что каждый из них доказал сам себе, на что он способен. Организаторы шоу обещают, финал будет интересным и интригующим. В финал вышли две команды, которые прошли полуфиналы. Не очень много времени прошло между полуфинальными, всего чуть меньше месяца. Но, благо, сильно травмированных не было. Один только из парней травмировался, его заменил другой. Вот. Ничего нового кардинально не произошло. Все готовятся, готовятся в первую очередь морально. Это самое главное. Организаторы уникального проекта «Я» победитель телеканала «Юнион» и клуб «Спортмакс» уверены, цель шоу достигнута. Участникам удалось продемонстрировать силу духа и тела. Сейчас ребята продолжают тренироваться и готовятся к главному поединку. Зрители телеканала «Юнион» смогут увидеть финалистов в воскресенье в 20.00, с повтором в понедельник в 21.00. Наталья Некрасова, Георгий Жилищ, Панорама.